Приветствую вас! Проблема воли решается с двух сторон. Первая проблема воли есть заболевание, заболевание головного мозга, когда человек по физиологическим причинам не может принять волевого решения. Такая болезнь существует и она, смотря на то, что она довольно редка, но она есть. И если вы считаетесь и не можете принимать решение, это значит, что у вас и именно такая болезнь. И вам нужно обратиться к врачу для диагностики, для диагностирования, собственно говоря, работы своей мозговой деятельностью и выявление соответствующих нарушений. Включил эти нарушения будут устранены и вы сможете принимать решение. Это справедливо в том случае, если вы хотите принять решение, вы не видите для себя никаких препятствий для этого, для того, чтобы принимать эти решения. Но, как бы сказать, когда наступает момент, момент решения этих проблем, у вас возникает блок. То есть, по сути, ну, вы блокируете. Блокируете вы свои желания. Блокируете вы свои возможности. И причину этого блока, природу этого блока, понять, вы не в силах. Вот чтобы этого не было, как раз, вам нужно, значит, обратиться на мэджик. Но, если блоки есть, если вы осознаете, что именно представьте из себя этот блок, то вы просто выпьете, что не считаете, чего хотите. Понимаете, наши желания, они образуются в результате чего? В результате ценности, в результате воспитания, в результате, значит, собственно, означивания того, что у вас хорошо получается, что плохо, что вам лучше, а что нет. И если в данном случае у вас возникает противоречие, то если вы не знаете, что для вас лучше, потому что, с одной стороны, если вы, от другой стороны, есть кто-то еще, вот, в этой ситуации, нужно работать над вашей самооценкой, над вашей гордостью, над вашим самолюбием, над вашей уверенностью в себе и так далее. Потому что всегда есть какие-то препятствия для того, чтобы наши желания нам мешали, чтобы нам мешали. И вот приоритет всегда нужно отдавать тому, что для вас важно. то есть, что именно вообще вам, какие у вас ценности, у самой, у вас какие ценности. И именно, именно вот, анализируя свои ценности, да, собственно говоря, принимая их во внимание, вам и нужно формировать свои желания. Значит, на первый вопрос мы ответили, точнее, на первую часть мы ответили, что необходимо, дать свои желания, дать свои желания. Вот из заэцензии, про запрещение, заэцензии дать необходимо. Дальше, чтобы понять, от чего вы хотите, необходимо, значит, преанализировать, что вам интересно. Какие у вас интересны, что у вас лучше всего получается, где вы чувствуете наибольшую свободу. И вот именно туда, в те сферы, вам и нужно податься. По сути, то, о чем вы сейчас спрашиваете, является коучингом. Вот, это коучинг. Коучинг – это развитие. То есть, вы хотите развиваться, но не знаете, куда. Вы хотите как-то эволюционировать, но не знаете, как. То есть, вам нужен заставник, человек, который бы вас свел, который бы помогал вам програбатывать именно варианты развития, именно варианты роста, вашего личностного роста. И здесь мы подходим к еще одному моменту, о котором нужно сказать. Это повышение своего кругозора. То есть, необходимо считать литературу, изучать что-то новое, постоянно развиваться, хотя бы для начала интеллектуально. Но чтобы иметь представление о том, что вообще есть в мире, что вообще происходит, какие есть наши занятия, как и чего. И вот так. Тогда вы сможете лучше ориентироваться в том, что вам больше подходит. И именно в том, что вам больше подходит, вы будете и находить свои желания. Далее, вы пишете, значит, если перед тобой стоит дилемма, уйти или остаться, купить или нет, то как делать выбор, если ты не знаешь, чего хочешь. Тут нужно понимать, вот незнание своих желаний, это всегда конфликт между вашими собственными стремлениями и предпочтениями с каким-то внешним. То есть, вы думаете, значит, что, например, вы купите и потом будете жалеть, или вас будут осуждать, или что-то еще. Вот именно над этим нужно работать. То есть, почему вас волнует мнение чьего-то еще, кроме вашего, в том, что касается лично вас, и если это не вредит другим людям. Вот на этот вопрос нужно ответить, и тогда вам самой станет более понятно, собственно говоря, почему же у вас постоянно возникает такая дилемма. То есть, по сути, сама по себе дилемма и привык неверенности в себе. Неверенность в себе – это комплекс. Комплексы идут, как и с детства, так и из определенных жизненных ситуаций. Соответственно, нужно узнать и причину комплексную и устранить, после чего дилемма у вас таких не будет. Но на нахождение этих комплексов нужна работа, нужно время. И если вы готовы работать, готовы, значит, собственно говоря, к тому, чтобы лучше обновать себе. Теперь, ребята, я думаю, вам нужно выбрать специалиста на нашем ресурсе и начать с ним работу, после чего у вас будут именно те самые улучшения, о которых вы сейчас спрашиваете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и...